МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей, в чем суть твоей инсталляции? Здесь представлена как раз инсталляция Херсена Ставрический. Это часть музея, часть музейного зала крещения чувашского народа. Где в этом зале будет рассказываться о том, что процессы, этапы прихода православия на чувашскую землю. И, естественно, мы не могли не затронуть тему созрождения православия вообще в нашей стране, в России. И начинается показ именно с этой стены, с этой инсталляции, где представлен у нас Херсонес Таврический. И мы здесь хотели показать людям символы, наиболее запоминающиеся элементы. Здесь мы хотели представить те символы, с чего все началось православие в нашей стране. Андрей Максимов. Дизайнер, художник, мастер барельефа. С детства тяготел ко всему прекрасному и даже завел отдельную тетрадь, куда записывал биографию знаменитых художников, стили и направления в искусстве. За плечами Андрея два художественных образования и глубокие познания в церковной архитектуре. Ему удалось создать макет церкви Успения Пресвятой Богородицы до ее разрушения. Эта работа оказалась знаковой и привела мастера к плодотворному сотрудничеству с Чуварским церковно-историческим музеем. Андрей, в чем особенность работы с барельефом? Барельеф – это вообще объемный рисунок. Поэтому сначала надо знать, что это рисунок, который выходит из плоскости, из пространства как бы поднимается. Поэтому особенность заключается в том, что это необходимо использовать материалы, которые придают нам объем, использовать материалы, которые нам помогут этот объем вырезать, либо выложить. Основное отличие получается именно в этом. Вообще для барельефа материалы, это начнем с самых обычных, это кисти, краски, так же, как и в живописи, например. Барельеф для дома – это в основном такое больше декоративно-прикладное искусство, творчество даже, можно сказать. Поэтому там художественные, высокохудожественные такие краски, материалы не используем. В основном это акриловая краска. Ну, бывает, кто-то может и температура расписывать, бывает, маслом это уже, наверное, не подходит, потому что масло все-таки, это другая живопись. Живопись это. Далее это, уже переходя к самому объему, это материал, который помогает нам нарастить объем. В основном, чаще всего используется, это просто гипс. Гипс, он, в принципе, недорогой материал, его везде, он использовался еще с ранних таких периодов, когда становление вообще барельефа. Потом дальше можно сказать о материалах, таких как ножи, резаки. Кто-то даже умудряется использовать там даже ложки. Ну, все зависит, опять же, от объекта, от объема. Ну, удобно будет, наверное, мастихийным так же работать, чтобы, главное, чтобы инструмент был удобен для того объема, который мы делаем. То есть, я так понимаю, это достаточно доступный вид искусства. Это можно сделать дома, любому человеку при желании. Да, это такой вид творчества, который, в принципе, может сделать любой человек. Это даже начинаем, можно сказать, даже дети, которые начинают лепкой заниматься пластилином. Все с этого и начинается. Здесь немного просто материал другой, поэтому немного другая техника. Сейчас, тем более, продают готовый набор для детей. Это уже гипсовые наборы сразу же, там, объемы, формы. И туда заливается гипс. И, в принципе, ребенок может создать какое-нибудь панно, такое собрать из элементов, в принципе. Вот. Кто хочет, может создать такое панно, такую картину, которая не будет повторяться. Сегодня мы создадим с вами такое панно небольшое. Что для этого нужно? Для этого, как мы уже сказали, выбрать композицию, композиционный, рисунок сам того, что мы хотим создать. Вот мы сегодня выбираем небольшой храм. Взяли просто фотографию. Вообще, когда мы создаем что-то эксклюзивное, интересное, то, естественно, надо сделать эскиз, прорисовать того, что мы хотим, проработать, что у нас будет. Основа, она у нас тоже, в принципе, это арголит, это, может быть, гипсовые панели. Но если даже материал не совсем подходит для этого, в принципе, необходимо загрунтовать, чтобы гипс цеплялся за основу. Теперь, когда размешали такой раствор, примерно, как сметана, наверное, должна быть, чуть-чуть, может, даже гуще, чтобы объемы могли нарастить, мы берем мастихином. Ну, опять же, повторяюсь, можно взять любой материал, в зависимости от объема, в данном случае нам мастихин удобнее. Вот берем и накладываем. Сколько слоев в целом приходится наносить на такую работу? Ну, вообще, на больших объемах это все-таки несколько слоев. Это основной слой, который как бы наращивающий слой, как бы получается объем, который нам помогает делать. Это достаточно густой может быть, в принципе. Потом два-три слоя. В общем, второй слой – это мы уже как бы более детально начинаем обрабатывать. Ну, и третий слой, наверное, это все-таки, в принципе, самые мелкие детали, части. В общем, вот так слой за слоем, выкладываем слой за слоем, у нас получается объем. Объем зависит еще от того, что у нас ближе, что у нас дальше. Например, вот здесь у нас колокольная все-таки дальше, объем должен быть меньше. Сам храм, храмовая часть, у нас получается такой храм однокопольный, он, в принципе, ближе, поэтому самый объемный объект – это у нас получается элемент, наверное, вот этот угол. Вот, он самый близкий получается. Дальше у нас все отходит вниз, точнее, в глубину, создавая таким образом перспективу. Мы перспективу создаем не просто самим рисунком, самим построением рисунка, а еще и объемом, вот, как бы, двойное воздействие. Если нам нужны задний фон, тоже объемный, в принципе, сразу тоже стараемся нанести, но хотя можно сперва основной объект нанести, получается, а потом дальше уже все элементы доделывать. Барельеф – это разновидность скульптуры, объемное изображение на плоскости, в котором фигуры слегка или значительно выступают над поверхностью. Первые барельефы, начиная с эпохи Палеолита, это грубо высеченные или тесанные наскальные изображения. Примером тому являются доисторические картины в пещерах Альтамиры, стены египетских гробниц. Уже потом барельеф обрел привычную для нас форму и помещался, как правило, на постаментах, мемориальных досках, стеллах, монетах в Древней Индии, Персии, Египте и Риме. Античные времена миновали, а актуальность барельефов не исчезла. В средневековые времена эпоху Ренессанса и пост-Ренессанса рельефная скульптура оставалась важной частью архитектурного декора. И если раньше она была доступна только элите общества, то теперь яркий и лепной декор используется повсеместно для украшения фасадов городских зданий, в интерьере, декоративном искусстве. Не стоит забывать и о наследии советского времени. Символичные фигуры рабочих, инструментария колхозного труда и по сей день украшают московские станции метро, павильоны ВДНХ, кинотеатры и многие другие общественные места. Андрей, ты вот не просто так для работы выбрал сегодня эскиз церкви. Твоя жизнь очень тесно связана с религиозными сооружениями, начиная вот с учебы в университете. Вот расскажи ту историю, когда ты создал макет разрушенной церкви, то есть ее изначальный вид и вот эту вот историю. Вообще, я, когда еще учился, да, в колледже, заинтересовался этой архитектурой нашей Чебоксарской и для меня было открытием, что у нас очень много храмов разрушено в советский период. Вот. И как бы это очень печально, потому что это все-таки такие красивые, такие архитектурные объекты, которые сейчас уже мало где можно было встретить. И наш город выглядел бы совершенно иначе, если бы эти объекты сохранились. Вот это и сподвигло меня к тому, чтобы как бы изучить эту тему глубже. Вот. Создавая объекты сперва в колледже, потом в университете, я, в принципе, сперва их рисовал, рисовал, потом уже, в принципе, в университете я создал макету Успенской церкви. Вот. Мне казалось, этот объект, он один из таких самых красивых объектов, храмов, который у нас был, это храм, который, в принципе, находился на берегу Волги и Волги. И как бы, когда еще у нас судоходство было, как бы разве это, получается, вот, встречал гостей своим величием, своим могуществом, могучим таким видом, красотой и в то же время стройностью. Вот. Почему еще этот объект? Потому что можно людям показать на примере, потому что сейчас сохранилась исключительно вот храмовая часть, и то только второй этаж. Первый этаж был засыпан землей, засыпан землей, как бы мы его потеряли. Потом у нас колокольню разрушили полностью. Вот. И получается, что мы потеряли вот богатый такой фонд архитектурных сооружений. Вот на этом примере можно достучаться до людей, в принципе, и чтобы поднять этот вопрос, обсудить этот вопрос, может быть, даже и как бы воссоздать этот храм. Потому что, когда я создавал макет, я ходил к настоятелю храма, и тогда он мне показал чертежи, которые примерно могли бы быть восстановлены. Ну, сейчас есть макет, и вот где он находится, где его можно посмотреть? Макет в итоге находится сейчас в Национальном музее нашем, Чебоксарском. Объемы нарастили, сделали основные наметки, получается, и второй слоев наложили, уже, в принципе, поставили как бы более детальную такие крыши, стены, уже мы знаем, где находятся, переходим к следующему этапу уже более мелкую доработку. Стоит отметить, что существует еще одна разновидность объемного изображения под названием горельеф, отличается от классического барельефа тем, что возвышается над плоскостью более чем наполовину объема. Яркий пример это пергамский алтарь, посвященный громовержцу Зевсу, датированный вторым веком до нашей Эве. Горельеф имеет сюжеты битвы олимпийских богов с титанами. Андрей, чем тебя так увлекает искусство барельефа, что тебе больше всего нравится в работе с ним? Вообще, наверное, это то, что можно выйти из плоскости. То есть любой объект, создавая, ты просто находишься в плоскости, пишешь картину, например, а ты немного вперед уходишь, ты как бы к зрителю больше доходишь. Почему-то мне вот так кажется, и как бы кажется, что я к зрителю больше ближе, чем, например, с картинами, просто живописью. Вот. плюс человек может потрогать. Потрогать, то есть, если, например, картину нельзя трогать, все-таки масляную живопись, а здесь человек может потрогать, то есть он не просто глазами это воспринимает, еще и тактильно это воспринимает, и как бы больше восприятия, больше эмоций, больше чувств вызывает те или иные рисунки, объекты. Мы плавно и подошли к теме выставки тактильной, которая недавно была создана тобой, командой большой. Вот расскажи о выставке «Мы живем в мире», в чем ее идея, особенности, как вообще все это проходило. Мы создали серию работ, как раз где рассказывается о том, что животные дружили, как животные и святые дружили, как помогали друг другу. Мы поездили по Чувашской Республике, показывали работы уже на разных площадках. Вообще с детьми всегда работать приятно, у них эмоции, неподдельные, они естественные, они даже могут сказать правду, если что-то им не нравится, но они это делают с какой-то добротой, теплотой, и на них не обижаешься, только думаешь, ну, только как бы задаешься следующим задачам, чтобы в дальнейшем не повторять этих ошибок. Почему ты считаешь, что вот эта выставка важна не только для слабовидящих детей, но и для обычных людей, которые приходят туда и видят эти картины? Такая выставка, такая работа вообще сама по себе важна, потому что все-таки мы рассказываем о традиционных таких качествах человека, которые воспитываем, показываем доброту человека. Сейчас у нас, наверное, в современном мире достаточно мир такой озлобленный часто бывает, вот, и этого часто бывает не хватает. Здесь, пусть небольшая наша работа, но мы тоже, как бы, рассказывая эту доброту, может быть, побуждаем детишек, взрослых, кто этой картин прикасается, знакомится с этими картинами на основе этих данных историй, как бы, рассказываем о доброте, и чтобы побуждить дело их тоже на доброту. Когда человек делает добро, так или иначе, это все возвращается. Так или иначе, через людей, как недавно мне один человек говорит, Бог помогает, но помогает, конечно, через людей. Ну, вот, в принципе, когда мы основной объем это все сдали, начинаем дорабатывать мелкие детали. Работа заключается в том, что постоянно что-то наращиваешь, что-то убираешь, то есть, ну, в процессе создания надо смотреть, что-то где-то мало, где-то далее бывает, ну, гипс материал сам по себе очень хрупкий, поэтому приходится там иногда отламываться и доращиваем уже элемент. Вот. После того, как где-то уже дорастили, где-то убрали лишнее и создали весь общий контур, вырезали все мелкие детали, которые нам нужны, все черты основные показали, мы работаем уже наждачной бумагой, когда у нас полностью высох. здесь, когда мы расписываем, мы должны были еще вначале определить, это у нас все-таки монохромный рисунок, либо это у нас более такой живописный вариант, в принципе. Вот. И мы работаем уже как бы стандартными техниками как бы живописи. Наносим фоны, наносим небо, облака. после того, как мы всю эту картину расписали, можно поставить в рамку и любоваться своей работой уже дома, либо подарить своим друзьям, гостям, близким и радым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова